Больница Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук в соответствии с приказом Федерального агентства научных организаций России от 30 июня 2015 года за номером 328, а реорганизация Федерального государственного бюджетного научного учреждения Якутский научный центр комплексных медицинских проблем была присоединена к Якутскому научному центру комплексных медицинских проблем. Произошло слияние введенной Центр фундаментальной науки и прикладной медицины, тем самым заложен фундамент для формирования и развития персонифицированной медицины. Полноценная интеграция научного и медицинского потенциала Якутского научного центра комплексных медицинских проблем позволит успешно реализовать клинические научные исследования, опробировать и внедрить инновационные технологические диагностики, лечения и профилактики наиболее социально значимых заболеваний человека, направленных на их снижение с развитием механизмов трансляционной биомедицины, направленной на создание единой инновационной цепочки идея лаборатории производства клиника. Одним из важных достижений клиники является открытие в 2018 году под руководством кандидата медицинских наук Давыдовой Татьяны Кимовны Центра нейродегенеративных заболеваний. Создание Центра нейродегенеративных заболеваний четко обосновано его научно-практической актуальностью в связи с широким распространением нейродегенеративных заболеваний в Республике Саха-Якутия и отсутствием в Республике специализированного восстановительного лечения пациентов с нейродегенеративной патологией. Наша основная работа заключается в том, чтобы вот этих выявленных больных с нейродегенеративными заболеваниями сделать доступной их госпитализацию в наше отделение неврологическое. При поступлении мы уже проводим исследования электронейромиографии, электроэнцефалографии, МРТ головного мозга, КТ головного мозга. Ну и есть еще другие у нас такие иммунологические исследования, которые мы делаем, которые требуют вот такого специализированного подхода в лечении и в обследовании таких больных. В январе 2019 года вышел приказ Минздрава о маршрутизации больных с нейродегенеративной патологией в нашу клинику, в наше неврологическое отделение. Открыв вот такой центр и это отделение, значит, есть возможность оказывать, исследовать их, уточнить распространенность, насколько этих больных много у нас. Вот. В том числе и больные с льюисским эцефалитом, да, которые, вообще, сколько их осталось у нас, есть ли они сейчас. Это заболевание, которое характерно только для Якутии. Вот. Ну, вот такими вот сложными диагнозами, заболеваниями и пациентами с такими диагнозами мы занимаемся. Когда мы обнаруживаем точные доказательства того или иного заболевания, мы обнаружим, что есть некоторые отличия, например, с каких-то особенностей в течении. Вот. Это очень интересно, например. И мы стараемся вот эти случаи как бы фиксировать у себя, чтобы они представляют ведь не только научный интерес, а вообще это же интересно для практических врачей, чтобы они, будучи вот где-то работая там в глубинке, да, ну, даже не в глубинке, а здесь вот у нас, чтобы они вот такие больные, если увидят, чтобы они знали, на что обратить внимание, что заподозрить можно у этого больного, чтобы поставить ему правильный диагноз. Вот. И поэтому мы с такими вот клиническими случаями мы всегда выступаем на разных научных конференциях. В основном к нам поступают пациенты со спиноцереблярной атаксией, с болезнью Паркинсона, с болезнью Альцгеймера и другими еще нервно-мышечными заболеваниями, тоже наследственными, например, вот окулофарингеальная миодистрофия. Также у нас работают три врача, я являюсь врачом, также у нас работают научные сотрудники, практикующие врачи-неврологи. Они занимаются научной работой, например, Варламова Марина Алексеевна занимается пациентами со спиноцереблярной атаксией. Также Адама Валина Евгеньевна, она занимается с пациентами дистонии. И Николай Николаевич Сарамятников, он занимается пациентами, первично дементирующими заболеваниями. К первично дементирующим заболеваниям относятся болезненность Геймера, пациенты с прогрессирующим надъядерным параличом, также с лобно-височной деменцией, вот такими диагнозами. В наш центр поступают по направлению с участковых поликлиник из города Якутска и Сулусов. По телемедицинской консультации врачи к нам обращаются, звонят и записываются. Например, бабушка или дедушка начинает забывать именно забывчивость. Например, он забывает, что кушал утром, что делал в течение дня. И тогда сразу надо обратиться к вашему участковому терапевту или к неврологу. Если к неврологу не сможете попасть, то к терапевту. Потому что мы с терапевтами тоже тесную связь имеем. Дрожание бывает и не только при болезни Паркинсона, при других заболеваниях тоже бывает. Потому что с диагностической целью тоже должны направить к нам, в наше отделение. Для установления правильного диагноза и выбора тактики ведения лечения пациента. Со спиноцереблярной атаксией. Это же прогрессирующие заболевания. Они к нам на поддерживающую терапию два раза в год поступают. И проходят восстановительные профилактические курсы лечения. Остальные пациенты тоже должны наблюдаться по месту жительства у неврологов. И при, например, при ухудшении состояния, если, например, при болезни Паркинсона, если лечение не помогает, то тоже должны поступать к нам на коррекцию лечения. Также у нас поступают пациенты с эпилепсией. У нас есть видеоэгэ-мониторинг дневной проводится. Тоже целью выявления эпилептической активности и целью тоже коррекции лечения. У нас есть эпилептолог-врач. Также при нервно-мышечных заболеваниях НМГ аппарат электронейермиографическое исследование проводим. Для выявления поражения первичных нервных волокон. При наследственных заболеваниях, да, в Шарко-Маритуте есть такое заболевание. Проводится НМГ и еще вот с диагностической целью, например, вот, есть такое заболевание болезнь двигательного неврона. Там проводится электронейермиография игольчатая. Для подтверждения диагноза, вот, целью выявления, вот, поражения, вот, мотонейронов. Они могут поступать, вот, с разной симптоматикой, да. И мы проводим, вот, дифференциальную диагностику между заболеваниями. И должны правильно выставить диагноз и назначить, вот, соответствующее лечение. Потому что, я же говорю, вот, при дрожании бывает не только при болезни Паркинсона, да. Это может быть и эссенциальный тремор, да. Или это может быть и дистония. Например, направляют, вот, с болезнью Паркинсона, да. А у человека не болезнь Паркинсона. Ну, другой диагноз. В основном, вот, с болезнью Паркинсона у нас, да, проходит лечение. И вот, из наследственных заболеваний, очень распространенные, вот, пациенты со спиноцереблярной атаксией. У них нарушена координация движений, да, нарушение речи, глотания, поперхивания. У нас пациенты с дистонии поступают, да. В этой группе заболеваний тоже очень много тоже заболеваний есть. Например, вот, спастическая кривошея, да. Да, когда начинается, вот, дрожание головы, неправильное движение мышц происходит. И, например, вот на лице тоже, да. Например, вот веки начинают закрываться, да. Лицо, вот, мимические мышцы тоже, да, вовлекаются. Основным лечением является ботулинотерапия. У нас есть специалист Адама Валина Евгеньевна, да, которая занимается ботулинотерапией с очень хорошими положительными эффектами. Если вы у себя заметите симптомы снижения памяти, да, или замедленности движений, нарушение координации движений, то вы должны немедленно обратиться к своему участковому неврологу. И по маршрутизации ваш невролог должен вас направить в наш центр для диагностики и лечения. Берегите себя. Моя научная деятельность связана с мышечными дистониями. Также ведется регистр базы данных пациентов с данной патологией и динамическое наблюдение. В нашей клинике также согласно приказу маршрутизации 2021 года мы оказываем услуги ботулинотерапии пациентам с мышечными дистониями. Это такие, как блефороспазм, гемиспазм, спастические кривоши и генерализованные дистонии. Также мы оказываем услуги ботулинотерапии для пациентов с постинсультной спастикой, спастикой при травмах, а также при мигрениях. Услугу ботулинотерапии мы также оказываем как в круглосуточном стационаре, так и в дневном. Госпитализация осуществляется по направлению через невролога по месту жительства. Ботулинотерапия – это инъекции ботулотоксина. Цель ботулинотерапии является расслаблением мышечной мускулатуры локально. Действие препарата в среднем сохраняется до 6 месяцев, тем самым улучшается качество жизни пациента. Повышение квалификации по ботулинотерапии мы проходим в Томске, в Казани. Также у нас повышение квалификации имеется по локально-минекционной терапии. На данный момент в круглосуточном стационаре мы больше оказываем пациентам именно маломобильным или с тяжелой постинсультной травмой, постинсультной спастикой, точнее, и посттравматическими спастиками. С 2021 года есть запатентованный регистр. Туда вносятся все данные о пациентах с мышечными дистиньями. Они регулярно обновляются и ведется контроль пациентов. В течение двух лет нашими работниками, врачами были произведены очень много экспедиционных выездов по разным районам нашей Якутии. Так я ездила в Татинский район, отдаленные деревни. У Салданский район мы весь объездили. В Алекминский, УЛУС ездили. Также другими сотрудниками были исследованы и другие УЛУСы нашей республики. В отдаленных районах вообще врачей-неврологов не хватает. Люди бывают очень рады, когда приезжают врачи, осматривают их внимательно. Затем мы рекомендуем некоторым пациентам, которые имеют подозрение на нейроэгенеративное заболевание, направляем и записываем к нам в клинику на стационарное лечение. Так мы связываемся с фельдшерами. Там в основном в отдаленных районах, УЛУСах работают только фельдшера. С ними контактами обмениваемся, и они в любой момент связываются с нами, консультируют, направляют пациентов. То есть тесная работа происходит с медицинским персоналом тоже этих районов, куда мы выезжаем. Клиника у нас центр нейроэгенеративных заболеваний. Это очень много поступает с наследственными заболеваниями нервной системы. Это такие, как спинно-церпулярная токсия, околофарингеальная миодистрофия, миотоническая дистрофия. Также есть пациенты с болезнью Паркинсона и нейроэгенеративными заболеваниями с когнитивными нарушениями. Я как врач-невролог, научный сотрудник. Помимо практической работы мы ведем базы данных пациентов. Я ответственна за пациентов со спинно-церпулярной токсией. У нас в Якутии, как вы знаете, слышали, наверное, этот большой кластер, очаг накопления спинно-церпулярной токсии первого типа, когда в мире всего спинно-церпулярная токсия частота – это 2 на 100 тысяч населения. В нашей Якутии спинно-церпулярная токсия уже с 1997 года, с 35 случаев возросла до 76 случаев на 100 тысяч якутского населения. То есть очень много пациентов поступает с таким диагнозом. И благодаря введению регистра мы отслеживаем динамику, симптомы пациентов. И такие пациенты стараются 2 раза в год поступать, каждые 6 месяцев к нам на поддерживающий курс лечения. К сожалению, эти заболевания пока не имеют этиологической терапии, только курсы, поддерживающие терапию, симптоматическое лечение. Но в наш центр поступает, и пациентам нравится лечиться, то, что тут комплексно можно пройти обследование нам сек, направляем на МРТ головного мозга, например. У нас есть очень хороший нейропсихолог, психиатр, врач. Тоже обязательно нужно прохождение таких специалистов для прохождения МСЭК. Также электронерамиографию мы тоже в отделении проводим. Также тоже требуют обязательно для прохождения МСЭК таким пациентам. На самом деле сложно совмещать практическую деятельность, научной работой. Но благодаря тому, что у нас есть руководители, которые нас поддерживают, подталкивают, мы выступаем на научно-практических конференциях, пишем статьи. Благодаря введению базы у нас есть материал для изучения. И не только нужно время, желание. Изучаем также передовую литературу зарубежную. То есть находимся в курсе этих заболеваний, которыми занимаемся. Я занимаюсь спинноцеблярными атаксиями. Всего в мире более 40 подтипов сейчас спинноцеблярных атаксий, аутосомно-доминантного типа наследования в нашей же республике наблюдается, как я сказала, выше спинноцеблярных атаксий первого типа. Также у нас зарегистрирован случай спинноцеблярных атаксий 17 типа. Трое пациентов. И также редкое заболевание дентеро-бропалида, люисовая атрофия. Тоже есть одна семья якутская. Один из членов семьи тоже периодически поступает на курс поддержки терапии. Также благодаря выездам в отдаленные деревни нашей Якутии тоже обнаружена семья, у которой редкая форма спинноцеблярных атаксий, 23-я форма. Они приглашены на госпитализацию. Один член семьи тоже проходил у нас лечение. Это заболевание имеет аутосомно-доминантный тип наследования, то есть генетический риск для потомства 50%. То есть от экологии это не зависит. То есть у человека или есть мутация, или ее нет. То есть родители могут передать своему потомству 50 на 50. Некоторые дети, которые рождаются уже без мутации, те уже последующее поколение от этого человека пойдет только здоровое, без мутации. То есть на этом этапе очень важно проводить профилактическую работу, потому что многие жители нашей республики даже не знают о таком заболевании, что они имеют такой генетический груз. Потому что часто иногда, ну, бывают случаи, что знают только одного родителя, да, и совсем не подозревают, что у второго родителя, который был биологическим, да, отцом или матери, тоже имелось заболевание генетическое. И для них это очень бывает неожиданно заболеть. Но вот это заболевание, оно поздно манифестирующее. То есть, ну, как указано в литературе, заболевают люди после 40 лет. Но сейчас мы видим омоложение, да, то есть уже после 20 лет некоторые заболевают. Это зависит, как в генетике есть, манифестация. То есть с каждым поколением может быть увеличение количества повторов, CIG, да, в данном заболевании, повторов вот в патологическом гене, гене СЦА-1. С каждым поколением он может быть больше. Патология считается выше 37 повторов. И чем больше повторов, тем ранее человек начинает болеть этой болезнью. И чем больше повторов, научно доказано, тем будет клиника тяжелее. Нужно вообще вести профилактику среди населения, чтобы люди знали о таком заболевании, да. То есть если чем ты раньше узнаешь, тем как бы ты более вооружен будешь. То есть некоторые пациенты вообще не подозревают, что у него такая болезнь. Или родные иногда скрывают от своих детей, что они имеют родственников с заболеванием, да, таким. Это заболевание проявляется атаксией, нарушением координации, нарушением речи, нарушением глотания, да. И хочется сказать, что если человек узнал, что он имеет ген мутации, это называется прессимптоматическое носительство, когда человек уже знает, что мутация есть, да, она с рождения появляется. И вот 18 лет человек может пройти молекулярно-генетическое исследование, то есть детям не проводятся, потому что это позднем инвестирующее заболевание. И такой человек должен как бы постараться еще больше, лучше вести здоровый образ жизни, да. То есть избегать травм, сильных психоэмоциональных каких-то нагрузок, больших физических нагрузок, да. Но также есть в литературе работы, которые исследуют прессимптоматическое носительство тоже, да. И таким людям, конечно, курс поддержки терапии, наблюдацию невролога тоже необходимо, чтобы вовремя заметить симптомы и работать с ними с самого начала. Например, та же лечебная физкультура, которая здесь, у нас тоже есть ЛФК-инструктор, который помогает вот научить координаторной гимнастике, да. У нас есть тут стабилометр, который помогает работать над равновесием. Вот как можно раньше, если человек начнет работать над своим вестибулярным аппаратом, над координацией, тем лучше. Потому что научно доказано, кто регулярно делает лечебную физкультуру, координаторную гимнастику, у того более как бы прогрессирование идет намного меньше. И, конечно же, питание. Питание у нас в Якутии должно вот таких пациентов особенно, богатое жирными кислотами, которые полезные, да. Это употреблять рыбу, да, обязательно. То есть это средиземноморская диета. Можно в интернете посмотреть, почитать. То есть она должна быть богатая витаминами, жирами, не налегать на быстро усвояемые углеводы, да. То есть вести здоровый образ жизни человек должен. У нас недавно прошла конференция ежегодная, петровские чтения для врачей, неврологов, научных сотрудников. Там я уступала совместным докладам Сидели Эдуарда Наконниковой поражение периферического мотонейрона при спинно-сибулярных атаксиях, пример на электронермиографии. Вот у нас по гранту Оксана Гаврилевна выиграли, электронермиограф приобрели, и проводится тут исследование для таких пациентов, как при атаксиях. И что интересно, вот среди более 20, да, 27 пациентов были исследованы, и у троих было обнаружено признаки поражения периферического мотонейрона. То есть там были такие симптомы на НМГ. Это очень интересно, потому что поражение периферического мотонейрона, оно не до конца изучено. То есть это очень интересная такая находка в исследовании, и мы должны дальше как бы это исследование проводить. Но оно очень дорогостоящее, и у нас очень много пациентов поступает в отделение с диагностической целью. То есть таким нашим пациентам с атаксией как бы не всем мы делаем, проводим это исследование, к сожалению, потому что вот вышесказанные условия мешают. Но мы стараемся, и будем дальше работать над этой темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова